Мотор. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях Александр Удалов, человек, который пешком прошел целый земной шар. Он вышел из Умска и сейчас идет в Умск. И по дороге попал к нам воронеж. Он расскажет о том, как можно без денег, без знания языка, как совершить кругосветное путешествие, изменить свое представление о мире, найти много друзей, чтобы узнать, что такое счастье. Просим. Добрый день. Я, конечно, могу начать просто по порядку все рассказывать, но я думаю, что эта встреча тогда затянется у нас на несколько дней, а может быть и на более длительный срок. Потому что рассказывать есть что, и этого очень много. Давайте поступим немножко по-другому. Давайте вот из своего опыта, знаю уже, выступая на таких встречах, я знаю, что у всех есть какие-то вопросы. Давайте попробуем начать вот в теме такого. Вы задаете вопрос, я отвечаю. Если вы чувствуете, что я начинаю там сильно многое наговаривать, вы меня останавливаете и говорите, да-да-да, это понятно, давай вот следующее что-то. Согласны? Да. Ну все, поехали тогда по вопросам. Давай. Меня зовут Джен. Я хотел поинтересоваться, какие самые необходимые вещи для путешествий. Без чего нельзя обойтись в дороге? Я понял вопрос, да. Ну, на этот вопрос будет несколько, наверное, необычный для всех ответ. Вот в дороге, по большому счету, кроме себя ничего не надо. И как бы вы не старались, например, укомплектовать по максимуму свой рюкзак, чтобы вот предусмотреть все непредвиденные обстоятельства, вы его так не упакуете. И поэтому обязательно будут те вещи, которые лишние будут. И чаще всего в пути у меня происходило так, что когда мне что-то было нужно, оно находилось помимо моего рюкзака. Поэтому я его постоянно облегчал, 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 облегчал. Рюкзак у меня был маленький, такой вот не туристический, а обычный, такого типа как школьный рюкзак. В нем было 11 килограмм, эти 11 килограмм составляли, значит, маленький компьютерчик, видеокамера, куча прибамбасов к этой технике, ну, чтобы делать фотосъемку, видеосъемку, чтобы это все скидывать сразу же там в интернет выкладывать. И из вещей на мне был штаны спортивные, футболка, кепка и кроссовки. А в рюкзаке лежала сменка там легкие тапочки, шорты и еще одна футболка. Вот, собственно говоря, все. Ножей не было, фонариков не было, а палатка была в начале, потом я понял, что она мне не нужна, и она тоже ушла. А спальня была еще. А для личной гигиены что использовали броню? Ну, самое минимум. Спасибо. Ну что, давайте поехали. Меня зовут Снежана, и скажите, как долго вы находитесь в путешествии? Как долго? Из Омска я вышел 12 июля 2013 года. Дальше маршрут могу сразу рассказать, да, без вопросов. То есть я вышел из Омска, дальше я пошел от Омска до Москвы, дальше Белоруссия была, дальше была Польша, Австрия, Италия, Франция, Испания, Португалия, Соединенные Штаты Америки, дальше ряд островных государств, маленькие такие острова, они как сразу остров и государство. Дальше вниз по океану плывем Новая Зеландия, Австралия, Поплановая Гвинея, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Китай, ну и опять Россия. Угу? Вопрос у меня. Да. Какие подработки были в пути, пища, какую употребление, где мы брали пищу, еду? Окей, разлушка. Так, подработок не было никаких, потому что в планы моей кругосветки входило то, что мне необходимо было проверить, можно ли в нашем мире, где все строится на товаро-денежных отношениях, прожить вообще без денег. Принцип был такой, у меня нет ни копейки денег в карманах, и я не работаю и не подрабатываю, ну то есть, чтобы не получать деньги, потому что это уже поступление денег, это уже страховка того, что, а, ну я уже выжил за счет денег. По поводу еды. Самое простое, я вышел, да, летом, там, пока шел по Европе, там был кругом подножный короб. Яблоки, груши, сливы, ежевика. Все люди, которые, я путешествовал автостопом, все люди, которые меня подвозили, как правило, предлагали поесть, угощали. У кого я ночевал, мне тоже предлагали поесть. И чаще всего даже люди предлагали не потому, что я путешественник, и что я куда-то еду. Просто это в крови у всех наших людей. Вот такая забота о ближнем. Когда они встречают человека на пути, первым делом, как в сказках говорят, напоить и накормить, а потом спрашивать. Вот реально, люди сначала предлагали поесть, попить, а потом говорили, а ты вообще кто, куда и зачем? Ну и когда они уже там узнавали, что это у меня такое исследование и прочее, тогда они могли второй еще раз накормить. По поводу ночевок, когда передвигались из одной точки в другую, находили ли людей заранее, у кого собирались переночевать, или по пути следовали, или, возможно, и тот, и тот вариант совмещали? Так, варианты ночевок были различные. Первый вариант, самый простой, у меня был спальник, и я мог просто зайти в соседний лесок какой-то и там переночевать. Были варианты, когда я просто на обучении у дороги в Кювете застала ночь, достал спальник, застегнулся утром, проснулся и дальше пошел. Были варианты, когда предлагали те, кто подвозили у себя переночевать. Предлагали те, кто подвозили, но предлагали каких-то своих знакомых в более дальних точках моего пути следования. То есть, например, я там познакомился в одном городе, а они звонили в другой и говорили, вот там будет человек, можете у себя его принять. Да, да, да. Ну и еще один вариант, это через интернет, через сайт, есть такой сайт, каучсорфен называется. Там размещают люди приглашения, как правило, на 1-3 дня, где можно переночевать и пообщаться. И тему путешествий в том числе. А когда думаешь, как спать или не спать? Ну вот дождь. Вот самая, ну не проблема, не вижу слова проблема, есть слово ситуация, которую нужно решить. Так вот, единственная ситуация, которая всегда немножко так создавала напряжение, и которую необходимо было решать, это как раз ситуация с дождем. Ну, дожди были не так часто, но вот когда они были, это было так. Я смотрел, думаю, ну вот сейчас пойдет дождь. Искал либо какой-то навес, если навеса не было, и это было там голое поле или какой-то там лес. Тогда я по ходу движения придумал такую штуку. Я, значит, нашел пакет, такие пакеты большие, знаете, есть, которые вот у меня мама до дачи вставляет вот в такую бочку большую, пакет такой пластиковый, и в него воду наливает, не в саму бочку, чтобы она ржавила, а в пакет. Вот, и вот я сделал таким образом. То есть я когда ложился, там еще был не дождь, а там еще был такой момент, когда утром просыпаешься в поле, там рассадка выпадает достаточно часто. И вот ты просыпаешься, и такой спальник мокрый, его еще надо сушить как-то на себе, так несешь, его сушишь. Ну вот, так вот я вечером ложился, одевал, значит, вот этот вот такой пакет и спал. Хорошо, а зима? Зима меня ни разу не застала нигде, я двигался постоянно по, сначала по теплым, ну, получалось лето-лето, а потом я когда уже перебрался там на восток Америки, там, Калифорния, и вниз уже пошел в Новой Зеландии, Австралии, а там практически зимы нет, там все время было. А по океану как? По океану? Ну, по суше автостоп, по океанам яхта-стоп или корабль-стоп. То есть договариваться... Денег сужали? Да. Только более долгий, когда с машиной проще договориться на дороге, да, с яхтой было немножко более по времени затрачено. Ну, все равно возможно. Вот. Какие необходимые документы с собой брали в дорогу? Офарировали ее страховку? Была ли с собой аптечка? И приходилось ли обращаться в больницы, в других странах? И как это происходило? Хорошо. Так, за время пути я ни разу не заболел, аптечки у меня с собой не было никакой. Лекарств никаких не принимал. Сейчас я отвечу. По поводу документов. У меня был один самый ценный документ. Это мой паспорт. Когда я ложился вечером спать, я его засовывал вот так за пояс, вот так, чтобы он был в надежном месте спрятан. Из виз у меня было оформлено на момент старта 4 виза. Американская, шенгенская, австралийская и новозеландская. То есть я их сделал до того, как пошел по странам. Остальное все решалось уже там по ходу на границу. Паспорт только заград? Почувствуйте, ну, свое внутреннее состояние, оно же меняется, да? Либо мы сидим такие серьезные, либо мы раз-таки улыбнулись, уже совершенно по-другому. Ну вот я останавливаю машину, да? Человек останавливается. Он не знает русского, я не знаю его языка. Я ему там объясняю, там, какой-то ближайший город. Или ничего не объясняю, я показываю, типа, подвезешь, он такой, ну, садись, я сажу. Дальше получается так, он мне говорит, кушать хочешь? Язык жестов дальше включается. То есть первая улыбка, дальше язык жестов. Кушать хочешь? Я говорю, нет или да. Дальше говорит, пить хочешь? Тебе есть где спать? Вот, а это универсальный язык жестов, он для всех людей. Дальше, если возникает более интерес в общении, и люди приглашают куда-то к себе, то тогда мы, ну, включался интернет, находился там переводчик, и все, дальше просто решала техника весь разговор. Ответил на вопрос? Города Вашего исследования были запланированы, или это происходило в момент, ну, путешествия планировали? Были какие-то города и точки защищены? Да. Плана никакого не было, было только задано направление двигаться с востока назад. То есть вот я вышел из Омска, вот Омск и Омск. То есть задача была обойти вокруг Земли, выйти из точки города Омска, я родом из Омска, и вернуться в этот же город. А пойду я вот так, или пойду я вот так, или буду я идти вот так, возвращаясь, или как-то кругами, или как-то спиралями, мне было неважно. То есть плана никакого не было. Изначально задача была какая? Убрать все гарантии, которые может давать нам жизнь. Это деньги, коммуникации, то есть никакого языка. Плановость, да, что меня там где-то ждут, что я вот сейчас сюда-туда приду. Да, были моменты, когда я вот говорил, да, как кто-то с кем-то созванивался, и меня уже где-то ждали. Но это было спонтанно, не запланировано. То есть на руках у вас была только электронная техника. Ну, да. То есть это, надо сказать, вы стали Робинзоном 21-го дня. Робинзон с вами прожить, имея то, что осталось в корабле от кораблекрушения. Но я думаю, ему было сложнее, я же шел по местам, где жили люди. И вот что удивительно, да, на самом деле, я всем вот предлагаю, вот подумайте, если к вам подойдет человек, вы едите булочку. Вам подходит человек и говорит, дай мне половинку булочки, я есть хочу, реально есть хочу. Вы дадите человеку булочку? Нет, стоп, стоп. Вот как раз, когда просят деньги, не каждый человек подумает, значит, зачем ему деньги, а может он там на что-то не такое, нехорошее потратит. А когда просто человек просит есть, любой ему даст. Я спрашивал это вот на протяжении всего своего пути. Я говорил, вот если к вам подойдет человек и попросит поесть, вы же ему дадите, дадите. Все, в нашем мире умереть невозможно. Если ты движешься по местам, где живут люди. Если придумываешься. Если придумываешься. Открытость миру, да, один из законов пути, это быть открытым миром. Вот я открыл, открыт мир, да, мир, бери меня, вот что хочешь, то и делай. Но вы шли из Омска в направлении Хиброг? Да, я же сказал, вот вся плановость была в том, что я двигался с востока назад, вокруг Хиброга. А как на тело ищи? Да, вообще. Во-первых, ты же тогда, из-за тебя страны, ты надо возвращаться в Омске. Как там? Если вы шли сейчас из Омска. Нет, сейчас, ну Таша просто не так немножко задала тему. Я уже вышел из Омска, уже вернулся в Омск. А сейчас я продолжаю путешествие по городам России. Это уже второй этап, скажем так. Шруго-светное путешествие я замкнул. А, ну так вот, я тогда еще понять, как это вас вороним занесло. Нет, нет, все, это это города России, я уже тут вот по югу прошел, по Кавказу, вверх вот так вот поднялся, да. Если кому-то интересно и хочется вот прям более-более детально и все подробно узнать, на ютюбе у меня есть канал, там около 800 видео, и вот чуть ли не каждый шаг в своем пути я снимал. Вот это я сплю, вот это я ем, вот это меня подвозит, вот это вот белый дом за моей спиной, вот это кенгуру, вот это еще что-нибудь. Ну, просто очень много людей следило за моим следованием, и все просили, ну давай, где ты там, что ты там, подробно-подробно. И мне приходилось, ну так вот, в общем, сначала я так забывал, ой, надо же это, а потом я уже увлекся, и у меня уже на автомате, так вот это, про это надо рассказать, про это, про это, про это, про это. И есть еще там несколько видео, там прям плейлист есть такой там, вокруг света, там что-то такое называется, там 5 видео, которые я снял, когда я вернулся, я уже замкнул ее, да, и просто вот мы сели вот так с оператором, и я сначала рассказывал про то, про подробности, прям в деталях мелких, как я прошел от Томска до Европы. Это одно видео на 2 часа, потом как я прошел от Европы, это еще видео на 3 часа, как я пошел по Америке, это еще видео, по-моему, Америка была на 4 часа, Новозеландия на 2 часа, Австралия на 3 часа, и там можно вот так вот сидеть и все-все-все-все, детали в детали в детали. То есть это на каком транспорте вы вышли? На каком транспорте? То есть какая была первая машина, которую я остановил? Первая машина, которую я остановил, а, кстати, да, там была интересная такая штука, видели все фильм «Матрица»? Там есть момент, ну, вот в фильме «Матрица» есть такой, там мне потом уже так вот… Когда я рассказывал, тот человек, который снимал видео воспоминания, он такой говорит, о, смотри, у тебя как в «Матрице» получилось. В «Матрице» вот когда ему на его предлагает, вот ты хочешь, говорит, красную, да, возьми, там, пилюлю хочешь, там, не помню какую, синюю. Ну вот, красную или синюю? Ну, у меня было немножко это самое, у меня была красная и белая, да, скажем так. Я стою на обочине, первую машину ловлю. Честно скажу, у меня был страх. Он у меня вот так поднялся, и я такой думаю, а вдруг машина не остановится? Ой, а вдруг я тут буду долго стоять? Ум нормально начинает транслировать, поднимать все, все те страхи, которые там с детства сидят. И в этот момент подъезжает белая машина, белая «Жигули», «Шестерка», и останавливается на обочине. Из нее выходит такой колоритный дядька, цыган, и говорит, что стоишь? Я говорю, да вот еду, куда едешь? Да вокруг свет, он говорит, что больной что ли? Билет берешь на самолет и летишь. Я говорю, да нет, я без денег путешествую, он говорит. Пойдем ко мне, говорит, работать. Я говорю, тебе работу дам. Ты заработаешь деньги? Говорит, и полетишь куда хочешь вокруг этого света своего. Я говорю, нет. Он такой, ну я еще здесь буду полчаса стоять, так что ты подумай, я тебя подожду. Ну и он такой, значит, сидит в этой белой «Шестерке». Я стою, пять минут стою, десять, он мне пибикает. Ну что, поехали со мной? Я такой, нет. Дальше стою опять там. Еще пять минут прошло, еще десять, он мне опять пибикает. Ну и несколько раз он мне так попибикал, потом раз, останавливается красная «Шестерка». И я такой раз туда, а он мне такой пибикает. Ты подумай, хорошо. Ну вот, я сажусь в эту красную «Шестерку», за рулем сидел мужчина, он был преподаватель ОБЖ в школе. И он ехал вот от того места, где он меня взял, по пути моего следования, где-то 170 километров. И вот мы с ним проехали первые 170 километров. Потом я только вышел из этой машины, буквально через пять минут меня подобрала там какая-то иномарка. Я проехал еще 100 километров. И когда я уже вот в третью машину, третья машина тоже была такая легковушка, четвертая уже грузовик был. Вот после третьей машины уже вот этот страх, он такой осел, и уже было такое состояние, машина все равно остановится, я точно знаю. Вы предпочитали выбирать города более населенные по пути своего следования или как получится? И предлагали вам деньги, как кто подлазил или у кого ночевали? Брали, как, ну, на еду там еще другие расходы. Ага, понял. Города я не выбирал, а дорога сама меня выбирала. Вот когда я, например, стоял на дороге, я понимал, что машины едут, и вот кто-то из водителей сейчас меня выберет, да. Ну, там, каким-то мистическим образом. Не так, что он там посмотрит, о, я тебя там выберу. Ну, условно так говоря, что останавливалась именно та машина, которая была вот, ну, вот мне нужна, да. Либо меня подвозили, и оказывалось, что у человека там есть там какая-то завязка, и он меня может дальше там где-то уже определить с ночлегом. Или меня провозили сильно много километров. То есть те машины, которые мне были нужны, они проходили. Та, которая должна меня выбрать, меня выбирала. Города поэтому выбирали таким же образом меня, да. То есть вот подходит машина, ты куда едешь, я говорю, ну, вот туда в сторону, там, например, от Томска до Москвы 2800. Вот меня спрашивают, ты куда ешь, я говорю, да, я вот в Москву еду. А, ну, а я еду вот, говорит, сейчас вот, говорит, вот сюда. Ну, ладно, поехали туда. Ну, и вот мы заезжаем в какой-то там город, и вот так вот едем по этим городам. Сейчас, подожди, я еще на твой вопрос не ответил второй, который был. А по поводу денег? Да, по поводу денег. А в России, не помню, чтобы деньги предлагали. В России в основном, ну, кормили и давали с собой еду какую-то. А в Европе пару раз предлагали деньги. Ну, так, один раз там что-то 5 евро, другой раз 10 евро. А в Америке предлагали деньги постоянно по 20 долларов. И в Америке я их спокойно брал, потому что в Америке очень плохой автостоп. И можно простоять 2-3 дня, они боятся садить машину. Они дают тебе просто деньги и говорят, вон там, автобусная станция, тебя там довезут. Поэтому эти деньги сразу же уходили, как бы, вот, ну, на дорогу. Да. А был ли до этого опыт стопа? Ну, как я понял, не было. И опасные ситуации, которые происходили во время стопа, или в городах, которые уже бывали? Ну, не было такого. Я все время говорил и буду говорить, что люди в мире вообще, они все добрые. Даже если нам кажется, что они какие-то не такие, ну, это вот настроение у них не то. Или там что-то у них случилось. Либо они еще не раскрыли в себе то хорошее, что в них есть, но оно есть в них всех. Ну, очень-очень глубоко на тот момент. Никаких опасных ситуаций относительно с людьми у меня не было. Никаких там ситуаций того, чтобы там на меня напали, там, грозились убить, там, что-то отобрать. Ну, в общем, как-то люди были все добрые. Из этого я сделал вывод, что они все-таки все добрые. Некоторые говорят, это тебе повезло. Но я думаю, что это зависит, конечно, частично от твоего состояния, да, насколько ты добрый и открыт. Но при этом все равно я считаю, что люди все добрые. А у нас есть ли много друзей? Безумное количество новых друзей я все нашел по всему миру. Причем они… Количество друзей росло по мере движения по пути. Да, то есть, если я с кем-то… Ну, кто-то меня подвозил, они говорили, о, давай контактиками обменяемся, мы тебя найдем, будем следить, где ты там, что ты там, что с тобой происходит. И у меня получалось так, там, мне пришлось во всех соцсетях завести свою страничку, потому что, например, иностранцы были только на Фейсбуке. Часть людей были только там в Одноклассниках, часть людей только ВКонтакте. Мне приходилось, ну, пришлось везде завести, и все говорили, ну, давай фотографии-то выкладывай, и вот я нахожу этот интернет где-нибудь по дороге. И начинаю в одну соцсеть, во вторую соцсеть, в третью соцсеть, видео на YouTube выгружаю. И люди, ну, они реально становились друзьями, потому что они включались вот в это исследование, им было интересно. И они, если я долго не выходил в интернет, они переживать начинали. Говорили, о, Сашка где-то пропал. Давай вот сюда. Когда вы проходили свой маршрут, а в городах вы смотрели на эти примечательства? Да, конечно. И причем я на эти достопримечательности чаще всего смотрел не своими глазами, ну, в смысле, я своими глазами смотрю. Через взгляд местных жителей обычно находились какие-то люди, которые говорили, давай мы тебе покажем свой город, или давай мы покажем пригороды свои. И они мне возили, рассказывали, и очень часто это были места, ну, вот не такие вот прям, что туристов туда возят, а именно какие-то места такие вот мистические, которые знают только местные жители. Да. Заповедные, да? Да. Да. Что думаете по поводу сухого питания по типу порошкового? Ну, спортивное есть питание, можно еще другие варианты использовать. Сойлент, может, слышали? Ну, да. Что я думаю? Ну, порошковое питание, которое заменяет еду, то есть можно взять с собой пару килограмм вот этого, вот этого порошка, разборяешь его, можно с водой или с молоком, и заменяет тебе еду. И вопрос такой, в период голодания, нахождение без людей? В пути, в смысле? Значит, по поводу порошкового питания и вообще питания, чтобы нести с собой, у меня изначально, ну, не было вот этой вот какой-то, ну, страха какого-то, что я буду голодный. Я вот уже сказал, да, я был уверен, что если я буду умирать с голоду, я просто подойду спокойно к человеку и попрошу у него кусок хлеба. И, ну, не помру с голоду. По поводу порошков, ну, не знаю, я вообще отношусь к какому, предпочитаю в еде естественное питание, да, там овощи, там фрукты, не знаю, там, что там еще есть у нас, орехи. Нет, откажешь, я вот уже тоже как-то по ходу пути почему-то отказался, их же там не сваришь по пути, пока идешь. Поэтому как-то вот подножный корм, он стал уже таким привычным. раз там вот яблочко, причем вот по Европе пока шел, там просто яблоками все усыпано было. Я уже в конце так пути думал, как пока Европа там заканчивалась, думал, опять яблоко. Поэтому, сейчас подожди, еще там было что? А, про голодание. По поводу голодания мне ни разу, я так мечтал, думал, ну, я сейчас поголодаю так здорово, посмотрю, как это происходит. Ни разу мне не дали поголодать, и вообще за время пути, несмотря на то, что у меня было активное движение, я за время пути поправился на 8 килограмм, потому что кормили, ну, я не знаю, сколько раз в день, 10 раз в день кормили. Вот сколько людей подвозило, все кормили. Я говорил, я не хочу, они говорили, ну, то что, мы сейчас обидимся, если ты не будешь есть. А предпочтение в еде, может, были продукты, которые вы не едите? Когда вас все предлагали, вам что-то приходится отказываться. Смотри, по поводу, я понял. Когда я, ну, по сути своей, я вегетарианец, да, я не ел мясо до того, как подвинулся в путь. Но, когда я пошел в путь, я для себя решил, что я буду действовать из принципа такого монаха, да. Вот странствующий монах, он идет, ему предложили подвезти, он подъезжает. А ему не предложили подвезти, он не подъезжает. Ему да, дают есть, он ест. Что дают, то и ест. Вот по такому принципу. Поэтому, ну, что давали, то и ел. Отравление, может, бывает. Нет, я же сказал, ничем не болел. Вообще, что было удивительно, вообще, даже никакой простуды не выскочило. А здесь вот, что-то прямо, вот нос весь в Воронеже. Вы сказали, что это дорога, какая-то счастье, цель вот вашего пути была. Дорога счастья? Нет, это была, значит, задача вообще этого, этой кругосветного путешествия, задач было несколько. Одна из задач была задавать людям, всем, которые встречаются на пути, вопрос, что такое счастье. Мне хотелось узнать, насколько одинаково понятие счастья в разных странах. У людей разной ментальности. Одинаково, но не одинаково. Отличается, не отличается. Если отличается, то чем? И поэтому я задавал, да. Вот это одна из задач была. Вторая задача была. Я хотел, убрав все вот эти вот гарантии, да, там, деньги, коммуникации, плановость, посмотреть, насколько будут активироваться во мне страхи, какие страхи и как с ними работать. Можно ли что-то сделать с этими страхами, или они тебя просто вот так съедят, и ты все бросишь и вернешься обратно. Вот вы сказали, что вы хотели посмотреть, и какое же вы будет сделать? Посмотреть? Ну вот, счастье. Что для кого значит? Ну, счастье оказалось для всех одинаковое. Все люди во всех странах оказываются, знают, что такое счастье в таком определении. Счастье – это, ну и дальше следует такой набор внешних факторов. Это семья, работа, дети, деньги, карьера, путешествия, здоровье, отдых, хобби какое-нибудь, увлечение. Разница была только в том, что одни говорили, для кого-то была на первом месте работа. Работа, а дальше выстроилось все остальное. Кто-то говорил, семья, а дальше выстроилось все остальное. Кто-то говорил, друзья, дальше выстраивалось все остальное. Кто-то говорил, деньги, вот когда у меня будут деньги, тогда все, я буду счастливым, остальное там все уже не важно, оно выстроится. Везде, во всех странах так было. Спросите, а вот, то, что вы путешествовали, а вот, в принципе, кроме этого, чего занимаетесь? Образованием? Я в образовании психолог. Я психолог, я проводил тренинги до того, как отправился в это путешествие. И, собственно говоря, то, что меня стало не устраивать качество моей деятельности, оно тоже послужило толчком к тому, чтобы отправиться в это исследование. Потому что, на самом деле, когда ты работаешь в тренинге с группой, или когда ты работаешь индивидуально в консультации с человеком, то чаще всего ты сталкиваешься с тем, что все проблемы у людей от страхов. Их великое множество, и страхи, 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 страхи. Что? Так я вроде еще не договорил, а ты уже там что-то. Да, вот, я отвечаю на вопрос, да, по поводу профессии и движения, да? Вот, и это тоже была еще одна задача, чтобы на своем опыте понять, как работать со страхами, чтобы потом уже на практике с людьми можно было из своего опыта это давать, а не из теории, какой-то там прочитанной книжке. Я говорю о страхах. Да. Вопрос. Насочный. Расскажи о своем опыте работы со страхами, как вы сказали, что давало возможность преодолеть ресурсы, какие-то твои, что это? Ну, самая простая работа со страхами, это на самом деле быть в тот момент, когда страх появляется, нужно быть осознанным. Что значит быть осознанным? Нужно, вот появляется эмоция, вот она пошла подниматься, она поднимается на уровне эмоций, и она включает ум, ум начинает создавать разные мысли. Ой, как страшно. Ой, сейчас случится вот это. Ой, сейчас все рухнет. Ой, сейчас все произойдет. То есть происходит накрутка того, чего на самом деле нет. А если ты в этот момент включаешь свою осознанность, то ты переключаешься на свое тело. Все эмоции у нас отражаются на теле. Да, психологические просто штучки рассказывают. Все эмоции на теле, если у нас поднимается страх, вы обязательно, если переведете свое внимание на тело, вы обнаружите в своем теле где-то напряжение. Оно обязательно есть. Каждый страх закреплен на теле где-то каким-то напряжением. Ну или чаще всего вот здесь вот в области солнечного сплетения сразу так все сжимается. Вы переводите внимание все туда. И не даете уму придумывать всякие штучки, которые сейчас дальше случатся. Как будто бы. Да не случатся они. Это он сейчас там накрутится. Помещая внимание туда или здесь напряжение, или вдруг спину заломило, или вот так вот все сжалось. Вот именно в напряжение ты помещаешь вот это свое внимание, и вот это внимание там держишь, не давая уму бегать вот в сторону, ни вправо, ни влево. И постепенно напряжение с тела уходит. С тела ушло напряжение, а сигнал пошел в мозг. И мозг начал вырабатывать определенную, ну биохимия включается, он начинает вырабатывать определенные там гормоны и всякие штучки. И вот это состояние страха уходит, и тело расслабляется. И все, и ты уже такой смотришь, а что, собственно говоря, случилось-то? Да ничего не случилось, ну кирпичный пал, ну и все. Только все, и дальше идешь. Ответил. Какой момент, во время путешествий, когда ты запомнился самый яркий страх? Одна ситуация, может быть, две ситуации, наверняка она осталась? Самый яркий страх был тогда, когда, сейчас громко скажу, когда меня чуть не съели, да? Была ситуация. Но так как я уже сказал, что со мной не было ничего такого, да, что мне ничего не угрожало жизни, то как-то не стыкуется, что он тут такое рассказывает. Но ситуация была следующая. Я был, плыл, значит, в Папуа-Новой Гвинеи на частной яхте. И мы плыли, с капитаном разговаривали, ну там пытались друг другу объяснить. И я ему говорю, меня все отговаривают плыть в Папуа, потому что в Папуа до сих пор существуют племена людоедов, которые едят людей. И все боятся, что меня там съедят. Ну и я так хихи ему рассказываю на хихи, он тоже хихи смеется все. Вот. Мы, значит, причаливаем к острову какому-то, а я понял, что я не моряк, и я вообще не люблю плавать, и не хочу, и не мечтаю о яхте под белыми парусами. В общем, я себя дурно чувствую на яхте, и жду, когда же она быстрее уже причалит. Ну и вот мы причаливаем, я сразу спальничек свой и набережу, и спать. Утром просыпаюсь, яхты нету. Я такой думаю, так, ну ладно, паспорт здесь, ну там рюкзак, ну ладно, бог с ним с рюкзаком. Потом думаю, а, ну они, наверное, там за... там заплыли, за другую гавру. Думаю, сейчас по берегу так пойду, и все. Ну и я иду, значит, по берегу. В это время из леса выбегают, четыре здоровых папуаса хватает меня, привязывает меня к пальме. Причем вот дальше, да, нестыковка ума идет. Страх начинает подниматься просто бешеный, особенно когда уже привязали, и они там гремят какой-то посудой и разводят костер, да. Здесь вот так вот все вот это, и тут начинает вот так вот все подниматься, и вот страх, он создает такое состояние в теле, что, ну, я на себе, получается, испытал. Вот говорят, человек умер от страха. Вот реально можно убить себя страхом, если ты позволяешь ему дальше тебя захватывать. Я чувствую, все, я реально, у меня сердце вот так вот это, тело все вот так напряглось. Какое там внимание? Так, сейчас внимание возвращаем. Куда там внимание? Там такая паника, все, тебя сейчас следят. Я такой, ладно, сейчас нужно найти что-то такое положительное, вот в этой ситуации. Сейчас, сейчас переключим внимание, что-то положительное. Ну, кто-то будет сыт. Кто-то будет сыт. Нестыковка была изначально в том, что, ну, люди были как-то одеты не так. Мне казалось, ну, пасы должны быть по-другому как-то одеты. Да, они какие-то, они в каких-то, как будто мужчины из бани вышли, так полотенцами завязаны. Как-то не так. Меня какими-то простынями привязали. Ну, я думаю, мы там какими-то травяными канатами должны привязать, да? Ну, тут как-то все... Ну, вот, в итоге, короче, они приходят, приносят там кастрюлю, меня там, значит, отвязывают. Внутри включается вот что-то такое, да? Инстинкт самосохранения. Я начинаю бежать. Ну, меня пытаются там догнать, обливают там водой, подсекают там, я падаю весь в песке. Холодная вода была вот в этом котле. Они притащили котел, поставили, меня отвязали. Я побежал, они из котла меня вот так вслед этой водой облили. Ну, и в какой... И я, в общем, убегаю, ну, это быстро все происходило, это я так долго рассказывал. И вдруг я падаю в очередной раз, мне так кто-то так рукой раз, и я так лечу в этот песок. Я вдруг слышу такой истерический хохот за спиной. Я так сажусь на этот песок, так поворачиваюсь, из дерева выходит капитан и говорит, I'm joking. Ну, по-английски. В общем, он пошутил. Но сначала было желание ему что-нибудь сделать, такое же, шутливое. Я думала, что она зато, что она скрытила. Шутливая, да. А потом я подумал, супер, о, как бы я еще узнал вот эту высшую степень страха, которая может убить реальный человек. Теперь я ее знаю. Спасибо ему. Да, давай, девушка. Скажите, а где было сложнее всего путешествовать? По какой местности, может быть, в какой стране? Ну, если брать чисто вот автостоп, так как у меня основной метод, способ передвижения был автостоп, то сложнее всего было в Америке передвигаться. Можно было простоять день, и американцы не останавливаются. Приходилось идти на заправку и к каждому подходить и просить их взять. Ну, и все равно сложно. Они боятся брать к себе в машину, потому что они говорят, я говорю, почему вы боитесь? Они говорят, смотри, фильмы, там все показано. Всякие там попутчики, ну, в общем, ужастики всякие. Смотри, говорит, и ты все поймешь. Поэтому я говорил, что они давали деньги и говорили, вон там автобус, а я не буду тебя подвозить. Как у иностранцев по счастью выясняли, находили переводчиков, спайник, какой температур у вас был? И брали ли сувениры в разных городах, в странах, когда путешествовали и предпочитали ничего не брать, чтобы быть налегким. Ты прям сразу много задаешь, я забыл. Что же вы рассказывали людям, которые вас подвозили? Вы им рассказывали, что у вас кругосветное путешествие, или говорили, что вы едете из этой точки, там, допустим, в какой-то следующий, если я напомню, коробку? Ну, про счастье я спрашивал так, я им говорил, как там, я вот уже даже не помню. В общем, я один вопрос выучил, что такое счастье. Вот там. Ну, в общем, по-английски выучил, что такое счастье, да. И показывал им на видео, и говорю, можно, ну, могу я снять на видео. И я снимал на видео. Что они говорили, сейчас можно просто, опять же, зайти ко мне на страничку и посмотреть все эти видео, что такое счастье, и перевести теперь уже, ну, спокойно, попросив кого-то. То есть я, ну, на тот момент не всегда понимал, что они говорят в ответ, да. По поводу того, что я говорил. Сначала я вот, когда общался на уровне, да, если я садился на полчаса подвезти, то я говорю, привет, там. И, в общем-то, весь язык заканчивался на этом. Если была какая-то техника там в машине, то через транслейт, ну, можно было уже что-то перевести. Потом, чем дальше я двигался по пути, я составил себе такой небольшой спич по-английски, да, там, я говорил, меня зовут Акта, я из России, я психолог, я провожу эксперимент, я путешествую вокруг света. Вот примерно вот такой набор был. Дальше они начинали вопросы задавать, я понимал, что я уже ничего не понимаю, что они спрашивают. Я говорю, sorry, я не understand. Спальник какой-то? Спальник плюс 5. Сувениры брали? Нет. Представь, если я пытался еще рюкзак вот облегчить по максимуму, если бы я еще сувениры брал, в каждом городе, в каждом поселке, и каждый человек хотел что-то дать, и он говорил, мне так хочется тебе что-нибудь на память дать, ну, я понимаю, ну, как ты вот это вот понесешь, повезешь. Ну, в общем, с сувенирами как-то не очень. Все, что у меня из сувениров, вот доехала до Омска, я помню, когда я в Омск уже приехал, и там у меня интервью первое брали на телевидении, у меня еще тогда было, потом я кому-то подарил. В Америке есть такое место, Аламагорда называется. Это такое место, где, типа, как белый песок, но он не песок, а как кварц. И когда вот фотографии делаешь, такое впечатление, что это снег, снежные такие горы, такие бесконечные такое пространство. И когда я фотки сделал, и хожу там в футболочке, там в джинсах, мне потом пишут, что не холодно по снегу-то ходить, я говорю, так это песок. Американка, которая меня возила туда показывать это место, она мне в мешочек набрала вот этого песка, и вот он со мной доехал. Вот это все поджало, что доехала со мной из сувениров. Потом, по-друге все что-то давали, кто-то еду, кто-то подвозил, какие-то услуги оказывали. А у вас есть такое, что вы кому-то могли что-то дать, или оказать услугу какой-то, тренинг, что-то материальное, ну да, вот смотрите, это еще один закон на самом деле пути. Можно закрыться и быть просто типа тупо потребленцем, да, вот брать, 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 мир дает. На самом деле там в пути включается очень четко, и это отслеживается, такой закон взаимообмена. Прежде всего ты уже открываешься своим участием, да, и своим желанием общаться с человеком, ты в него включен энергетически. Затем включается то, что если ты у него останавливаешься, ну элементарно, он тебя накормил, тут же там ты идешь, и ты можешь ему посуду помыть, например, да. Или ты ему предлагаешь, могу ли я тебе чем-нибудь помочь, да, там, чего-то там, я не знаю, там, какие варианты были там, ну, огород там как-то поливали, по, что-то там сорняки какие-то выкапывали. Ну, то есть вот какие-то вещи, вот чисто когда у человека где-то останавливаешься, ты предлагаешь ему вот это. По поводу тренингов сложно с тренингами, с консультациями, когда, ты кто по профессии, я психолог, а, классно, мне нужен психолог, но я говорю по-русски, а он говорит по-английски, поэтому сложно было с этими. Но взаимообмен вот этот вот всегда был на уровне каких-то вот мелких таких вещей. И потом мы, каждый из нас уже, вы смотрите, мы когда вступаем во взаимодействие, часто все сводится к тому, что должна быть какая-то реальная, материальная передача, да, там, я ему там дал, не знаю, яблоко, он мне там должен деньги дать там, или там он мне книгу дал, а я ему там тоже что-то должен дать. В самом деле на тонком плане сразу включается взаимообмен, и нужно в него включиться. Это время, которым мы делимся, это настроение хорошее, которым мы делимся. Ну, или кто-то плохим настроением делится, все равно делимся. Мне вот интересно, как вы лежали, связались со своими родными там, знакомыми, они уехали, вас не было в то время, или вы там как-то говорили, я живой, я не съели, не было. Я понял, да. Нет, телефона у меня не было, я выходил, вот я говорил, что я выходил периодически, когда я находил интернет, я сразу же выкладывал фотографии, и это было, ну, явно, что и даты подписывал, ну, и сразу смотрели и понимали, ага, вот он такого-то числа был там-то, да. И если интернет был более такой мощный, я еще видео выкладывал, потому что часто интернет был такой слабоватый. Ну, в общем, фотографии, по идее. То есть, в сети можно было выкладывать? Да, 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 да. И именно вот у меня, у меня хватало времени выложить так фотографии, чтобы все сразу видели, и когда побольше, интернета видео. Ну, а если я у кого-то там на подольше останавливался, тогда уже я там заходил и мог там ответить на письма, которых там уже накапливалось много-много-много-много. Ваш сайт удальцов, да? Удалов. А удалов. А насколько долго удалов получалось останавливаться? Может, я бы хотелось на неделю, на месяц опережаться? Как вы? Ну, здесь тоже, вот как я говорил, да, не я выбирал города, а там дорога выбирала меня, города меня выбирали. И здесь также я не выбирал количество времени, на которое я должен был остановиться. Получалось как-то вот это вот очень мистически, да? Иногда я приходил у кого-то, ну, кто-то приглашал меня, ты можешь у меня переночевать? Ну, то есть договоренность такая, ты ночуешь, утром уходишь. И пока мы там сидели вечером, разговаривали, мы к утру уже вдруг становились такими родными, человек говорит, слушай, останься еще на пару дней, я тебе покажу, вот у нас тут замечательные места. И я оставался еще на два, на три, например, дня. Или было так, я с кем-то договаривался, что ты можешь у меня там пожить три дня. Потом мы там день-два пообщались, и все, и как будто вот такой процесс общения завершен. И я такой говорю, ладно, я, наверное, двинусь. Он говорит, ну да, да, двигайся, наверное, да. И мы спокойно расходились. Вот какой-то такой вот на уровне интуиции какой-то такой танец такой происходил, встречи и расставания, встречи и расставания. Самое большое было, это значит, я жил в Америке, где-то, наверное, около месяца в семье в американской, в штате Немексико, в Альбукерке. И мы учили с хозяйкой дома, я учил английский, она мне там помогала фразы составлять, а я помогал ей русский учить. Как часто русский язык встречался вам на пути знания русского языка? Ну, достаточно редко, на самом деле. Английский помогал, да? Ну, как помогал, если я ему не знаю, как он мне мог помочь? Он мне никак не помогал. Мне помогал переводчик, который вот в интернете есть, при условии, чтобы был интернет. Если интернета не было, тогда вот я улыбаюсь. Вы долго говорили, поэтому то это в таком языке вы говорили, что у вас мы просили еще остаться. Нет, мы говорили, если я у кого-то останавливался, там обязательно был интернет, и мы общались через вот транслей. И были моменты, что я удивлялся сам. К вечеру я иду ложиться спать и думаю, ничего себе, мы про экономику поговорили, про политику поговорили. Как поговорили? Они по-русски не говорят, я по-английски не говорю. И транслей тоже так переводит, так не очень. Но при этом вот такое понимание. Включается, опять мистика какая-то включается. Ты начинаешь, когда ты открытый, включен в человека, ты начинаешь его понимать уже и без слов, и без языка. А когда вот не происходит этого танца, когда вы не включаетесь, вы не чувствуете, будете не чувствуете, что у вас что-то ведет, складываются, какие-то кризисы наступают. Что тогда делаете? Как будто вернуться обратно, как рыться в эту ситуацию? Ну вот так, чтобы вот прям кризисы-кризисы какие-то были, я не могу сказать, что они были. Были моменты, когда вот там я просто где-нибудь останавливался, в какой-нибудь там, в лесу там, в каком-нибудь, на лугу, на поляне на какой-нибудь, и мог там какое-то время, там день-два побыть. ну это не кризис был, ну вот такая потребность какая-то, побыть просто без людей. То есть это уход от людей, да. Ну и чаще всего это было из желания перестать есть, потому что, потому что было уже никак. когда три часа ешь подряд, час подвезли, ешь, второй час едешь, опять кормят, третий час, я больше не могу. Тогда уходишь. сейчас, да. Скажите, какие-то брали с собой интересного для самого, ну не знаю, страшно же, вот так с оттрачеком далеко ехать, один из там, спать еще. Нет, нет. А не так большой? 11 килограмм. А что там? Я думаю, у нас не собралась такое, наверное, я бы собралась. Вот если в подробностях посмотреть, какой рюкзак, зайдите, посмотрите. Я уже сейчас даже не помню, что там было конкретно в рюкзаке, но там было и так по максимуму, и мне хотелось еще вытянуть его вообще, чтобы он мне не тянул плечи. Есть видео, оно прям так называется, что карма там весом 11 килограмм, по-моему, вот так. То есть вот я вспомнил, так говорят, что вот каждый человек несет свой крест, ну или там я сказал, карму, да. И вот реально мой рюкзак был как вот моим вот этим крестом. Я шел и думал, боже мой, как люди тащат вот такие рюкзаки, я эти 11 килограмм тоже не хочу нести, хочется его вот скинуть. И каждый раз я его перебирал и понимал, что весь вес, ну вот в технике, она мне нужна, потому что, ну все говорят, давай, давай, давай выкладывай там, мы тебя ждем, все. И не мог я отказаться от интернета, кто? Уходит же большое время на отчеты в различных соцсетях, на каждый сайт залить информацию, фотографии и так далее. А не надоедало ли это? или что, как с этим бороться, после медали, Ну это было не каждый день, это было там, ну я не знаю, как, раз в три дня, иногда раз в неделю. Не вся, что-то выкладываете? То есть там какие-нибудь самые интересные, не каждый день. Да, 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 да. То есть я вот выкладывал, чтобы, ну, было понятно, где я, и вот сам маршрут был понятен, где я нахожусь и что. А потом, когда я вот у кого-то, если останавливался надолго, тогда я уже так туда садился основательно и все туда тогда заливал. Но это было не напряженно, это было интересно. Как часто вы ходили пешком? И вот какой самый продолжительный путешествий? Ну, пешком я ходил достаточно часто, потому что бывало иногда, что машина не останавливается, и ты просто идешь так вдоль дороги. И получалось так, что они начинают быстрее останавливаться, когда ты не голосуешь, а просто идешь, например. Ну, в Америке, по крайней мере, так было. И по поводу того, что часто и как долго самый длинный переход пеший был в Испании, потому что в рамках кругосветного путешествия я проходил так называемый Путь Сантьяго. Путь Сантьяго, знаете, что такое? В общем, Путь Сантьяго, это в Испании есть такой отрезок, величиной 800 километров, такой паломнический путь. Ну, люди его проходят для того, чтобы побыть сами с собой и переосознать там, не знаю, смысл жизни там своей, или там перейти на какой-то новый уровень познания там себя. Вот я прошел эти 800 километров за 30 дней. Там никакого автостопа, ничего. Ты просто идешь, утром, вот солнце встало, ты встал и идешь. А солнце село, ты ложишься, спишь. Утром встал и идешь, встаешь. А с едой как-то будет 30 дней? Это был вот как раз сентябрь месяц, и там было кругом росли яблони, груши, сливы, ежевиков. Но завтра была ежевика всегда, я вставал и шел, она вдоль дороги так вот этой, ну там дорога уже такая протоптанная, там паломников много ходит, она такая облагоустроенная. И пару раз на этой дороге я ночевал в этих, как они называются, ну не церковь сама, а вот при церкви как такой дом, ну куда они там пускают, бесплатно, они паломников пускали. Ну вот там останавливались еще. А дикие звери не встречались в дикие? Сейчас. Дикие звери был один случай, когда я был на Гавайях, ну там ночью с кабаном столкнулся, ну в общем разошлись мы, разошлись мы мирно. Я сбежал. Какие типы медики вы пользовались? Какой марки? Сколько парня с ними? Ты когда же главный сейчас вводим? Самое интересное, что я сам этому удивился, потому что я тоже думал, ну вот это же вот когда ты идешь, это же столько, да? За все время пути у меня, на мне были кроссовки производства Индонезии, ну там было написано модель Индонезии, я не помню какой там марки, там где-то вот, но я знаю, что они были индонезийские, а вот их мне хватило на весь путь, когда я уже приближался там к дому, а там в последний там месяц, у меня на стыке между подошвой, ну вот, начало так отрываться потихонечку, я там попытался зашить, в очередном месте где-то остановился, попросил иголку с ниткой и попытался зашить, ну и так вот дошел в этом кроссовке, и вот сланцы у меня были, ну сланцы одевались достаточно редко, в основном были кроссовки, в общем, у кроссовок стерся, вот это место, каблук стерся, и вот уже к концу путешествия вот как бы на самом деле я был очень удивлен, я думаю, это столько пройти, причем вот когда я шел эти 800 километров, там, да, когда вот эти 30 дней, там 10 дней прошел, я смотрю, так, где уже, думаю, хорошо, 20 дней, ну уже, я такой думаю, ну главное, чтобы они дошли до конца, а там уже видно будет, потому что здесь только пешком, пешком, пешком. И сколько получается километров получилось? 30 часов у нас есть? Ой, слушай, я смотрел уже, сколько экватор, по-моему, он 40 экватор, да, но если учесть, что я вот так ходил, то это как в два раза однозначно можно умножить, потому что иногда было, что, ну я не просто там уходил вот от прямой, а я вот прям вот так вот мог, там уехать там на север, пообщаться, а потом по прямой уехать на юг, то есть расстояние постоянно увеличилось, в одних кроссовках. В одних кроссовках. сколько заняло путешествие? По времени год. Они здесь зиму не заставали? Нет. Но я же шел, получалось, когда было лето еще у нас здесь, да, я шел вот здесь, по этой части экватора, а потом я когда ушел вниз по экватору, у них же там в то время, когда у нас зима, у них лето, поэтому там было тепло. Ну все, а потом я уже вверх туда вернулся, в Азию, в Азии там вообще всегда тепло. А экватор Африка, вы не посетите, если вы такое что-то терпеть делать? Нет, нет, вот я же рассказал маршрут, да, Африка осталась там потом, может быть, когда-нибудь. я ночевал на улице просто. Вариантов было, ну достаточно часто я ночевал, можно даже так сказать, основное количество дней своего пути я ночевал на улице. я ночевал в парках на лавочках, например, вот сейчас вспомнилась ситуация, в Австралии была я там от Сиднея вверх туда к Брисбану двигался, и шел, 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 значит, ну меня там подвезли, потом я там шел и в город зашел, ну уже стемнело, смотрю, какой-то скверик небольшой, лавочки стоят, ну я достал спальник, лег на лавочку и сплю. Утром просыпаюсь, раз, включаю камеру свою, вау, интернет, скверики, скверики, ну не знаю, я не знаю, как в Австралии, в Америке, да, в Америке не разрешают в парках спать, а здесь вот я спал. Вы не боялись попасть в полицию? Ну я общался с полицией, да, в Америке у меня было, когда меня полиция не пускала, в смысле, меня когда полиция задержала, я там спал на лавочке, меня полиция там ночью разбудила, говорит, здесь не лезет, нельзя спать. Говорят, иди, иди, говорит, в гостиницу, но я же не был им, говорят, что у меня денег нет, они же не так поймут. Я говорю, ладно, хорошо, они уехали, я посмотрел, я думал, что Америка это свободная страна, и там можно делать все, что хочешь, оказывается, там нельзя спать на лавочках, ну что, они уехали, я встал, подумал, я же спал на лавочке, и они проезжали, они сразу меня увидели, а если я буду спать не на лавочке, кто меня увидит? Я пошел, нашел кустарник, за которым меня не видно, все, лег там, и там же, только в кустарнике, просто спал. И так, ну, в общем, так и было часто, да? То есть, либо лес, если это между городами лес, если это в городе, то сквер, парк какой-нибудь там, какие-нибудь зеленые насаждения, ну, если не у кого-то, либо у кого-то. Происходили ли кражи техники, и как-то приобретали новые? Нет, технику у меня ни разу не крали, один раз в Америке получилось, что у меня, я там записывал какие-то записи, у меня была там такая тетрадка, ну, и вот я там записи различные делал, и вот у меня вот эту вот тетрадку, как-то вот она там, пумс, ну, в общем, как-то вот она куда-то делает. Не, ну, там была просто ситуация, это в Нью-Йорке, в Нью-Йорке это было, я там оставил рюкзак в одном месте и пошел погулять, потом возвращаюсь. А в рюкзаке была? А в рюкзаке там, ну, там, там не только тетрадь, ну, то есть там какие-то вещи забрали, и вот это самое, и тетрадь, это вместе с этим ушла запись. Про вещи я как-то даже забыл, знаешь, а вот это, это было жалко. Да. С яхтами договаривался, как приходил в порт, и ходил там, день ходил, два ходил, три ходил, меня уже там все знали, все уже там со мной здоровались, потом кто-то, ну, они уже начинали между собой общаться, разговаривать, ну, договариваться, и кто-то даже за меня уже договаривался и находил, находился тот, кто говорил, эй, русские, иди сюда, вон те тебя возьмут. Ну, то есть вот, как минимум надо было три дня, то есть, ну, за день сложно было, за два мне сложно, вот три дня нормально было. А по поводу самолетов, да, один раз летал на частном самолете, тоже познакомился, просто по дороге меня там подвозил человек, оказалось, что он там, у него там есть частный самолет, и вот, я с ним летал на частном самолете, на вертолете не летал. То есть я ездил на этих, на моотиках меня подвозили, да, на машинах легковых, на грузовых машинах, на тракторах, на яхтах, на частном самолете. На гужевом, да. На лошади? Не, не помню, на лошади не было. Окей. Ну что? Скажите, была такая ситуация, что после, по этой своей раскрытии, вы вказались в такой местности, где он хотел становиться, и вот, я вам тут хочу жить, вот, мне, здесь все было, такое, пролесел, пизан, места, люди, примерно, на нем. Ну вот, когда я находился непосредственно в каком-то том месте, да, мне казалось, что это самое классное место, там, да, ну вот я там шел по Испанию, я думал, о, классно, как здесь здорово, как мне нравится, можно было бы, да, здесь пожить. В том, я раз переместился там, в Америку, я такой, ой, Америка, как мне нравится Америка, ой, причем в Америке там получалось, вот это вот состояние перемещалось из штата в штат, она вроде бы, да, одна, штаты, соединенные, да, но при этом, там все равно, они как-то отличаются, даже природа, они как-то отличаются, ну вот разница есть, я переезжаешь из штата, в штат такой, такой, ой, классно, как мне нравится Техас, ой, здорово, потом раз в Нью-Мексико переместился, ой, как здесь классно, потом раз в Новой Зеландии оказался, вау, какая классная Новой Зеландия, получалось, что состояние того, где мне классно, оно, ну вот, было, наверное, вот здесь, а страна, она так вот, только фон создавала. А когда мы вернулись, у вас было чувство счастья, что вот, вот мой дом, Россия, нет, нет, примерно везде одинаково, весь мир примерно одинаково, где-то свои, то есть вот, когда я путешествовал, ностальгии не было, и когда вернулся такого, что ааа, я приехал, везде хорошо, везде хорошо. Да, на самом деле, да, причем, есть пословица, там хорошо, где нас нет, на самом деле, там хорошо, где мы не имеем. Ну, и это по мне, я просто про себя говорю, вот я перемещался, и говорю, о-о-о-о, здорово. Ответь. А кто и что вы в России, как полагают, закончить свое путешествие? Пока не знаю. Я вот, двигаюсь просто, некий поток такой, вот чтобы открытость, что такое открытость миру? Ты когда-то двигаешься по некому потоку такому, ты находишься в каком-то месте, и вдруг появляется какое-то место, которое тебя начинает притягивать. Ну, например, там мне пишут, давай ты приедешь сюда, там мы хотим там вот с тобой там встречу устроить, да, или просто там вот я после кругосветки и поехал еще на 3 месяца в Польше я был. Просто мы познакомились с людьми на пути Сантьяго, и они мне такие пишут, приезжай к нам, мы хотим вот, чтобы вот поляки там с тобой пообщались. И я туда поехал, они мне там приглашение сделали, я приехал, и там я 3 месяца у них там жил, они мне там на берегу озера в домике поселили, и вот мы ездили там, встречались нам сначала с друзьями, потом там с какими-то политиками мы ездили встречались, но там еще, еще в общем, 3 месяца я вот там, ну то есть я не я, не я выбираю, да, вот дорога так вот, она вот выбирает. Ну вот она вот и по России вот так выбирается. Я вот приехал в Воронеж, вообще потихонечку, по секрету, тоже я познакомился в процессе своего пути с человеком, который живет в Воронеже, да, и он мне говорит, приезжай ко мне в гости. Я приехал вообще потихонечку, мне казалось, никто не знал. Я захожу вечером, вот я приехал вечером в Воронеж, захожу вечером же к себе там в контакт, а мне уже пишет там женщина одна, я вот тут узнала по секрету, что там вы приехали сюда, давайте встречу там с вами организуем, вот мы там в среду она там организовывала встречу, мы собирались. Ну вот, от нее уже там дальше вот это вот все пошло. Ну вот, ну а Наталья появилась, говорит, давайте, давайте, да. Тоже вопрос, а заболевали ли вы во время путешествия или как вы боролись с болезнью? Нет, ни разу не болел, таблеток не пью, да, аптечки с собой не было. Какой дальнейший план путешествия после городов России? Как было оформление с визами и делали их заранее? Может быть, кто-то поморял с оформлением? С визами в Кругосветке ты имеешь в виду? По пути следований или вы заранее все оформили? Нет, я сказал, у меня было 4 визы, я их делал заранее в России, а остальные на границе, ну, по-разному происходят. Сложности не было с оформлением? Там же дается определенное время, в какое вы должны посетить я на эту страну. Но если ты переходишь на границу, тебе печать ставит, вот у тебя, ты понимаешь, там есть 30 дней и ты движешься. Не было таких виз, которые не успели погасить, например, и появиться в этой стране. Там же отведенный срок дома. Не, как-то все складывалось. Вот в Таиланде, когда был, визы заканчивались, тут же как-то раз так сложилось, что человек, поехали сюда, раз, выехали и заехали. А пока нет плана никакого. Потому что, как только я начинаю планировать, я себе там придумываю и только планы думаю, ну вот, наконец-то, я теперь опять буду по плану жить. А мир говорит, ну, классный у тебя план, но иди отсюда. Давай еще поживем немножко по потоку. Да. У меня есть вопрос. Многие учат ставить себе цели, двигаться к этой, чем цели. И многих этому учат, так же, на каких-то тренингах. Вообще, у нас очень много говорят об успешности, особенно для молодых людей, которые выбирают профессию, стоят перед выбором. Я прошу даже не ответ на вопрос, а совет, может быть, как вообще следовать вот этому собственному пути, не потеряться, не заблудиться. Совет. Да, но стримись к ней, ты говоришь, что мне нужно слушать что-то от руки. Поток. Все хорошо, но все должно быть, там, скажем так, в меру, да, есть, и потом еще зависит от каждого человека, да. Кто-то вот уже, ну, готов жить по потоку, и страхи там, страхи там надо проработать так вот по себе, так я думаю. Потому что если страх есть, тяжело без целей там жить и без плановости. Поэтому все мы разные, да, и не надо как бы оголтело там, все, я сейчас буду там жить по потоку и никаких целей не буду стоять. Если надо слушать себя, если в тебе есть цели и желания, то их, конечно же, нужно ставить. Но может быть здесь вот стоит их когда ставить, да, нужно соблюдать какие-то там правила такие не цепляем, да. А вот буквально вчера возник такой разговор, вот а чем отличается желание, собственно говоря, от нежелания, да. Ну, меня спрашивают, вот у тебя сейчас есть желание после кругосветки? Я говорю, да что-то как-то нежелание, ни цели никаких нет. Ну как, ну ты же вот раз, например, и даже вот раз есть захотел, это же желание. Ну и вот начали так вот смотреть, желание не желать. И вот получается, как возникает желание? К нам приходит некий импульс внутренний такой. Да-то я хочу, ну не знаю, ну состояние голода, вот он импульс пришел, да. Можно дальше, дальше мы ставим, вот дальше начинается цели полагания наше классическое. Так, я хочу есть, это цель. Дальше, что мне нужно для еды? Там, первое, второе, третье. Сколько это стоит? Столько-то. Значит, мне нужно столько денег. Как я могу заработать эти деньги? Еще столько-то пунктов. Так, хорошо. Когда я устроюсь на работу? Через сколько часов или дней или месяцев я смогу купить вот эту еду? То есть, вот очень много нагораживается именно, ну, ментальных конструкций. На самом деле, все гораздо проще. Пришло, да, и состояние здесь, здесь, вот этого момента, ты смотришь, ну что ты можешь сделать для того, чтобы там, ну, неудачный пример поесть. Вот приведу из своей, его, из своей практики у меня был такой момент. Когда я из Польши уже, я в Польше, у меня осталось там последние недели. Ну, я собираюсь из Польши выдвигаться автостопом, значит, в Россию. И такой, сижу я, и вдруг, а, и холодно, там похолодало уже, так декабрь месяц. Я думаю, так хочется вот куда-нибудь, чтобы вот тепло, солнышко, на море куда-нибудь. Так хорошо было там в кругосветке, постоянно было по теплым странам, а тут такая холодище. Вот импульс пришел, да, такой, я бы мог начать строить планы. Вот так, все, я хочу там в Юго-Восточную Азию. Мне для этого надо, ты-ты-ты-ты первое, второе. Ну, в общем, я бы нагородил себе кучу конструкций, затратил бы там сколько-то там времени, там месяц, два, три, устроился куда-нибудь там на работу, заработал денег, там еще что-то сделал, все. Что я делаю, когда я начинаю планировать? И каждый из нас, что делает? Вот у нас есть возможность, вот их много здесь, а вот там возможность того, чего вы хотите. А вот здесь вот бесконечное количество возможностей. Когда мы начинаем планировать, мы вот так сужаемся, и мы идем вот строго по этой дорожке, а вот эти все возможности мы отметаем. То есть засада не в том, что не надо целеполагать и желать, а засада в том, что не надо узко направленно себя зажимать и ограничивать. Надо оставлять, надо желать, надо оставлять вот эти вот пути реализации дохода вот к тому, что ты хочешь. И что у меня получается вот с этим? У меня пришел этот импульс, я такой думаю, ну да, классно было бы оказаться на море в день в Юго-Восточной Азии. Но если этого не будет, ну и ладно. Ну и я продолжаю в Польше там встречаться, там с людьми происходят какие-то там эти все. Буквально через 3 дня мне, значит, звонят из Москвы и говорят, а ты не хочешь в Таиланд? Я говорю, хочу. Но, говорит, там, говорит, запрос такой, ну там люди едут с детьми отдыхать, и не нужно, чтобы был психолог-педагог, и с ними там 2 часа в день работа. Они оплачивают тебе все, и ты на море. Все, то есть, ну вот, представьте, если бы я бы вот, ну, жестко себе вот это с этой, и сколько бы я бы в этот Таиланд попадал. Я сказал миру, ну да, я хочу, хочу, да, ну вот, вот у тебя сколько возможностей. То есть проблема не в том, что желать или не желать, а вот, вот это наша жесткая плановость. у нас... Грамот на какой-то запрос давать. Ну да. Ну вот словить импульс, дать ему некий такой толчок, ну да, я бы хотел это. Ну если нет, то и нет. А дальше уже ты, ты действуешь по мере своих возможностей, но не так жестко и узко. То есть, как бы нет такого цепляния из-за этого вот этого. Да, все не важно, да. Все не важно. Да. Как вы думаете, ваш опыт, то может быть перенят другими людьми? Можете его как-то передать там, дотарить любви на путешествии или самому как-то водить вот так, грузико-автостопом или что-то подобное делать? Ну это мне, мне проще спросить, например, да, у присутствующих в этом зале, да, ну нужен ли мой опыт. Но из своих вот предыдущих встреч я могу сказать, что, что поступает, сначала я как-то относился к этому, мне говорят, давай встречу там проведем в одном месте, в другом. Я говорю, а зачем? Это мой опыт. Ну, кому он нужен, кому он важен? Мой опыт, я какие-то выводы для себя сделал, я проработал свои страхи. Но потом от встречи к встрече и от того, что люди стали еще видео смотреть, мне стали там приходить обратная связь, люди пишут. У людей стали происходить какие моменты? Ну, некие такое осознание. Они раз там посмотрят видео, или раз там повстречались, мы пообщались, и он как-то по-другому на жизнь смотреть начинает. О, оказывается, в жизни возможно все. И здесь не надо акцентироваться на том, что всем надо отправиться в путешествие. Это дело не в путешествии, а дело в том, что моя задача в жизни пройти вот этот путь и через путь трансформировать себя. А любой другой человек он может через какие-то другие действия трансформировать себя. Мой опыт может дать другим, как мне кажется, только то, что у человека происходит осознание в жизни, возможно все. И я могу сейчас поднять свою попу с дивана и пойти делать свою жизнь и идти своим путем. Никогда не надо ходить чьими-то путями. и никто не сможет пройти сейчас повторив точно-точно мой путь, потому что он все равно у него будет свой. Да и не надо это делать, зачем повторять там мой опыт. Нужно свой проживать опыт. И не важно это путешествие или это оседлый какой-то образ жизни в одном городе. В общем, не важно, что ты делаешь. Важно, что ты делаешь то, что тебе нравится и что это реально твой путь. Ответил на вопрос? Да. Что подтолкнуло вас к этим большим путем? И вот как вы на него решились? Вы себе заранее поставили цели и решили обыкновить эту цель? Я уже, по-моему, начинал, говорил вначале, но... Вы говорили про цели. А я вот думаю, почему вы решили вдруг себе поставить эти цели? Зачем? Потому что... Нет, смотри, сейчас расскажу. Меня стало не устраивать качество моей деятельности. Я проводил консультирование, проводил тренинги. И я стал видеть, что, ну, вот где-то я не дожимаю, я даю технику людям, а они... С ними ничего не происходит. Ну, или происходит на какой-то короткий срок, и потом все опять сваливается. И я увидел причину, что причина всех нереализаций – это страхи. то есть неудовлетворенность моей деятельности подтолкнула меня на то, чтобы пойти. А почему путешествия вокруг света, а не по нескольким народам? А почему путешествия вокруг света? Потому что, смотри, я определил для себя, как проработать страхи. Как можно проработать страхи по максимуму? Нужно убрать все то, что нас защищает от страха. Что в жизни нас защищает от страха? наличие денег, наличие общения. Если у нас нет денег, мы можем договориться с людьми без денег как-то. И третье – наша плановость. Мы загарантированы, мы знаем, что будет через день, через неделю, через месяц, отпуск через год, еще что-то. То есть у нас гарантированность какая-то такая есть. Я убрал вот эти три штуки составляющие. Но как их убрать? Деньги убрать просто. Все, их нет. Коммуникацию как убрать? Ее можно убрать, только поместив себя в среду, где нет русского языка. Потому что, ну, я не говорю на других языках. А для этого нужно по максимуму идти по другим странам. И плановость прорабатывается как раз вот в том, когда ты идешь по пути, просто задавая направление с востока на запад. И тебе сложно просчитать, в какой город ты попадешь. Почему для несколько стран? Почему нельзя это в одну, две? Ну, знаешь, наверное, может быть, включилась мечта, какая-то там детская, что я когда-то там, читая там Жильверна, думал, классно было бы попутешествовать. То есть, вот это все соединилось вместе. То есть, это, конечно, не так, что раз, вот оно как-то собралось. Так вы дальше планируете также путешествовать или думаете где-то остановиться, устроиться на работу, завести семью детей? Может быть, у вас уже есть семья, дети где-то в каком-то городе? Ты знаешь, я уже несколько раз пытался, на самом деле, остановиться. Когда я вернулся из кругосветки в Омск, я, собственно говоря, собрался, пошел. У нас там есть местный институт и мне предложили сразу же работу преподавать психологию. И я собрался уже осесть там все. Но потом вот началось вот такое вот рушение моих планов. То есть, меня вот пригласили в Польшу, потом случился Таиланд. Я каждый раз думаю, ну ладно, сейчас вот еще вот пару встреч и я это вернусь и осяду. Ну, пока не оседается. Не знаю. Пока неизвестно. Да. Было неизвестно. А семья? В Омске не ждет вас никто? Ну, у меня есть мама, у меня есть сестра, у меня есть племянники. Ну, у каждого своя жизнь, мне кажется. Как они, ну, ждут, не ждут. Ну, как бы у нас вроде бы хорошие родственные отношения, но каждый раз, когда я маме говорю, мам, ну ладно, сейчас вот я уже возвращаюсь, она говорит, не-не-не, живи-живи свою жизнь, у каждого из нас своя жизнь. Вопрос по технике. Так, может быть, стоит, чтобы не брать столько с собой видеокамеры, фотоаппарат, может быть, стоит взять какой-нибудь компактный маленький фотоаппарат, в котором будет можно фото, видео, записывать, просто взять несколько, он компактный, а вы так делаете? Нет, смотри, у меня изначально... и видеокамера, и еще там... Нет, вот он стоит, вот, видеокамера и фотоаппарат, вот белый, который, видишь? А изначально, когда я двинулся, у меня не было еще этой видеокамеры и фотоаппарата, у меня был просто компьютер, для того, ну, то есть я взял маленький компьютер для того, чтобы загружать видео и фото, и у меня был маленький фотоаппарат, и была маленькая видеокамера, а потом получилось так, что мне вот эту камеру презентовали, когда я был в Москве, мне подарили вот эту камеру, я оставил фотоаппарат, оставил видеокамеру уже в Москве, то есть я уже дальше двигался вот с этой камерой и видео, вот, ну, а компьютер, что-то я так вот не подумал надо было компьютера ставить потому что здесь есть фото видео и там android можно сразу скидывать да 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 ну такой универсальный поэтому да это облегчает ну вот сразу не сообразим надо было компьютер не брать ну что я думаю уже исчерпан вопрос не ну были такие в америке много было когда куда-то там в горы но я опять же ходил с кем-то с местными то есть ну не не сам местные показывали да то есть были пещеры были к горы в которой там надо было так чуть ли не по ответственному какому-то лезть или там по пещерам там вот протискиваясь там с трудом лезть ну то есть экстрима было достаточно но но получалось местным с кем-то с проводником ответил ну как выяснилось потом что мало кто поддерживал то есть изначально когда я сказал что я пойду без денег вокруг света ну некоторые скажу 4 занимаешься некоторые такие ну которые друзья друзья они сказали ну да ладно если ты если ты так решил да давай действует а потом когда я уже вернулся некоторые мне рассказали как было на самом деле то есть некоторые думали пусть идет через месяц все равно вернется потом дальше их реакция была месяц прошел идет два прошло живой 3 прошло надо же живой ну то есть считается что человек там без еды может там прожить там сколько ну два месяца точно да ну поэтому два месяца все спокойно ждали но с ним ничего не случится потом раз три месяца проходит нифига не возвращается еще и прет ведь как этот куда-то туда дальше и дальше и дальше но это мне потом уже рассказали и я даже они там стали уже писать нифига себе ну чё придется тобой гордиться хотели типа пош посмеяться и поиздеваться над тобой пришлось теперь гордиться что такое известность и что такое слава но по поводу известности как стало мне сейчас вдруг неожиданно начинают писать там какие-то незнакомые мне люди да кто-то спрашивает совета кто-то приглашает в гости приехать кто-то там видит там вот я по кавказу сейчас двигался мне там раз один человек видео у меня там смотрел я даже и не знал что он смотрел он на протяжении всего смотрел потихоньку видео мои и радовался вдруг он раз увидел что там где-то на кавказе он мне такой пишут я живу вот там в краснодаре приезжай ко мне я смотрел твои видео хочу лично с тобой познакомиться но вот известность это неизвестность а потом есть ну потом пишут там вот вот на днях нет там парень пишет о я увидел там фотография был в ростове вложил там фотографии в ростове а вы еще в ростове я гранит я уже в воронеже очень жалко мы вот новочеркасске хотели типа вас пригласить в одну встречу провести ну и вот вот такие вот так но у меня нету цели то есть я иду под запрос если я изначально думал кому нужен мой опыт потом когда я увидел что у людей реально есть от этого какой-то результат да то есть они мне там пишут и там отчитывается кто-то там пошел там попробовал автостопить и говорит о я теперь себе в страх какой-то поворот кто-то что-то начал в жизни делать чего что боялся делать это не обязательно путешествие да ну и и когда вот это стало не узконаправлено да для меня понимание что дело не про путешествие а дело вообще про некую трансформацию реализацию человека в жизни ну все и я тогда сказал ну хорошо если меня зовут если все складывается значит я иду и говорю вот так оторваться от диван ты имеешь ввиду деньги а какая не денежная нет 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 я по сути своей экстремальщик по жизни всегда мне интереснее всегда я не теоретика практик мне интереснее все на практике про пройти на своей никакие курсы не проходил по поводу денег была мысль сначала там взять какую-нибудь заначку потом я понял что но это будет нечестно по отношению к моему подсознанию но все равно будет знать что у меня есть защита а когда ее нету ты по проживаешь вот тогда реально тебя накрывает да и страхи там выходят и все эти ситуации которые где-то там забиты с тебе внутри говорили про сайт там есть переводчик в интернете то есть автоматически я не ищу в жизни трудных путей я всегда иду легкими путями поэтому там есть переводчик первый я понял да первые а вот где-то начальное время я затрудняюсь сказать там сколько месяц там два можно начальных этапах когда все было в новинку ну то есть я же вышел из обычной схемы там дом работа работа дом да то и поэтому вот вышел на дорогу вот он страх ночуешь первый раз в лесу страх ночуешь первый раз парке страх то есть вот но любая ситуация нестандартная она вызывала страх просто страх зависел по силе некоторые были сильные такие а некоторые но выходили я сразу начинал их отслеживать где у меня там на теле зажато там смотрел а а потом они ну то есть они как-то шли сначала по нарастающей вот пока шли ситуации такие необычные но новые да а потом когда ситуации стали повторяться ну вот второй раз вышел на дорогу ну третий вот уже двадцатый раз ты в лесу спишь вот тридцатый на обочине ты спишь ну полицейские подъехали на сто первый раз ну подъехали подъехали все то есть сначала идет подъем потом спад а потом по ходу когда движешься если какая-то опять нестандартная ситуация происходит то может такой раз и что-то такой поднимается и у меня было такое но страх какой-то штук уже было больше он не пугал страха больше вызывал удивление а я не думал что это может ну то есть какая ситуация такая вдруг оказывается что я и тоже да как будто не так немножко пасу и боюсь и получается да вот здесь кто-то хотел мне сложно ответить на этот вопрос если бы я не был я буду я думаю что это не связано с психологией ты имеешь ввиду что вот я пошел в этот путь дело в том что ну да мне не устраивала моя работа и я начал искать способ да как как повысить ее качество но при этом если бы я бы не был бы не психологом а кем-то другим ну просто исследователем из состояния исследователя я бы все равно пошел бы посмотреть как 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 прожить жизнь убрав все гарантии для этого не обязательно быть то психологом не психологом каждый из нас на самом деле да мне иногда спрашивают типа как вас там подписать вот как как вас обозначить в этом психолог путешественник или кто и я предпочитаю другое слово одно слово но она емко и все выражает исследователь и мне кажется что каждый человек из нас он исследователь а мы исследуем свою жизнь мы исследуем взаимодействие с другими людьми да мы исследуем пространство в котором мы живем все мы это делаем на разница между нами только в том насколько мы это делаем осознанно или бессознательно понимаешь ну изменилось мировосприятие изменились ценности что-то вообще потерялась значение как таковое дать стало вообще не важно и очень сильно обострилась интуиции и чувствование пространство людей такое считывание каких-то там наши эмоции очень быстро когда ты общаешься много с людьми ты начинаешь прямо считывать какое у него настроение там как в какому на эмоциональном состоянии злится он радуется и но и и c ценности поменялись в каком плане что когда ты находишься живешь в обществе у тебя ценности одни а когда ты идешь по пути ценности же другие становятся но вот когда ты дома а и у тебя газовая плита например там ну сейчас так на наобум говорю да ну вот раз зажигалку зажег и вот она горит а когда ты вдруг оказываешься например в лесу холодно там дождик идет то для тебя ну и и там дома для тебя него не имеет значим значение вот эта зажигалка когда ты доказываешься в лесу и тебе хочется зажечь костер и погреться у тебя нет спичек ты понимаешь насколько ценным в данный момент коробок спичек для тебя это вот эта ценность что какая-то там даже купюра бумага денежная не важно вот ты в лесу она не ценна а вот коробок спичек если бы сейчас был вот в таком плане ценности меняется ценности меняются под запрос того где ты движешь и они более они более на настоящий потому что они не подобраны под какой-то стереотип обществе ну какой-то стереотип обществе имеется там вот если тебя такая машина ты круто а если у тебя вот такая машина значит и не круто если ты живешь в двухэтажном доме ты круто если живешь в однокомнатной квартире ты не крутой условно сейчас про говорю а там вот когда ты в лесу тебе вообще без разницы здорово если будет просто навес хоть двухэтажный дом вот навес о это такое счастье газовая плита там люди не замечают но подумаешь чик-чик там все поставили кострю тут в лесу коробок спичек вау я сейчас сделаю костю я погреюсь да да не только русскоговорящие да я говорю что кроме языка теперь появилась вот это вот но ощущение на уровне этом сердце чего чувствование она была она стала более расслаблены но к сожалению не все страхи прошли я иногда периодически начинают не но не страх можно же страх можно страх вычислять себе не только через эмоцию можно через зажим какой-то в теле бывает так раз и не чувствуешь страха охот и чувствуешь там например там плечи напряглись спина такая просела но раз реальное ощущение того что вот так смотрю на себя в зеркало ну тело и тело какое было такое осталось никак не поменялось но ощущение его она стала более такой в общем напряжение уменьшилось но вот настоящий момент мне нравится двигаться по потоку я от этого просто кайфую потому что я ну я считаю как этот исследователь дальше продолжает а дай-ка еще раз попробую попланировать такой так никто не видит сейчас я на планирую сейчас буду двигаться там куда-то только на планирую раз разваливается и вот это вот вот этот импульс какой-то и вот люди приходят ситуации приходится как-то решается чисто на удачу не будет понятно но это мое чисто мнение я считаю что не только в путешествия вообще в жизни важно важно как некая там плановость так и вот это вот чувствовать себя вот возникает какая-то там возникает желание в тебе какое-то да там не знаю чего там хочу хочу мороженое да вот можно послушать себя если слушать себя реально да то можно понять ты хочешь этого мороженого или это просто вот навязанная реклама и окружением желания может вообще терпеть мороженое них у них он не может и не любишь его но все это во всех сторон твердят мороженое это здорово 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 ты думаешь да это здорово я хочу мороженое нет не твои желания и лишь это неважно в пути ты движешься или в жизни то есть слушая себя ты понимаешь что а когда ты в себе вот это услышишь что это твою реально до желание то тогда ты уже отсеивая ну на когда ты вы выявила свое явное желание да оно твое явное оно само уже будет происходить но ты можешь немножко там чего-нибудь попланировать да ну то есть там еще толчок да по дополнительный но она уже сама я уверен на сто процентов она сама будет уже происходить если она истинная то есть вот истинное желание проверить можно только через себя вот она грей а когда вот она там все твердили все говорили ты вроде действует делаешь что-то там ну вот оно все в общем это надо тренировать на самом деле если повторять постоянно да там вот раз возникло желание ты сразу вспоминаешь и думаешь так а мое это желание не мое истинное оно не истинное а потом оно на автомате уже происходит раз пришел на импульс а понятно мое да вопрос это на самом деле немножко такой вот очень эгоистичный получается разговор а мы же общество эгоистичное общество разум ну такой вот очень разум опытом люди каждый с разными своими какими-то там желаниями в том числе мы же живем рядом есть еще люди посмотри как сказать сказать человеку ты посмотри камеру сейчас изменить вот у меня есть булочка а вы подходите ко мне и говорите дай мне я есть хочу а кто-то может не захотеть дать булочку а есть жизнь да вот как бы если следовать таким такой позиции то да ну не хочу я давать булочку и ушел вопрос не понимаю чувство ответственности это как вы считаете вот как бы здесь много подростков вот об этом как в этом потоке быть нет то есть сейчас я попытаюсь понять что вы хотите спросить я ни в коем случае никого не призываю бросить все не жить как в обществе все живут взять рюкзак и пойти путешествовать я об этом никогда не говорю я даже предупреждаю людей когда они говорят о классно классно путешествие я даже больше открыл для себя я могу это озвучить что путешествие это еще одна ловушка ума которая просто вот ну как одна из разновидностей некой цели которую надо достичь я хочу машину я хочу дом я хочу денег много заработать я хочу путешествовать это все из одной серии то есть путешествие ничем не отличается из всего вот этого набора который мы имеем мой путь он был не путь так как там пойти поболтаться да а путь открыть для себя что-то исследовать себя трансформировать себя сейчас говоря об этом да то есть я я говорю не надо брать рюкзаки никуда не надо бежать про еду я говорил только в плане того что на вот момент своего исследования у меня нигде не возникало страха потому что ну я знал что если что то меня накормят но это не говорит о том что я всю жизнь буду ходить и булочку эту просить естественно я об этом ни в коем разе не говорил да но я на самом деле хотела спросить немножко на другой ответ мне хотелось от вас услышать вот это в начале потом сказали мне очень это мысль понравилось вашему о том что действительно каждый должен делать свое да вот эта улыбка она откроет в общем-то двери и даже если есть какой-то замысел может быть там плохой был ну не дай бог да что-то такое что когда человек искренне просит ту же булочку или о чем-то просит какие-то вещи очень искренне происходят в жизни то всегда то есть подобное притягивает подобное вот это вот на самом деле вот у вас это вот прозвучало на самом деле нет смотрите если по поводу вот ответственности булочек и путешествий ну мое вот такое убеждение что каждый из нас здесь сидящий и стоящий и имеет свою некую задачу в жизни и она в каждом из нас когда мы уже родились она уже вот там пришла там и каждый когда почувствует вот этот свой путь он будет он ну мы и общественные да люди мы не можем там ну кто то есть тот кто уходит там в келью сидит там в монастыре уходит но каждый из нас наша задача важна важная очень найти вот именно вот это то что твое и вот через это свое когда ты реально соединяешь реализацию себя да ты делаешь то что тебе нравится и еще это приносит скажем пользу другим вот это высший пилотаж но вот на тот момент пока я шел кругосветку я считаю что я неким образом реализовывая свою задачу приносил и радость другим людям то есть они включались ну вот со мной вот в это потому что я был в таком состоянии открытости и радости они в это включались и вот этот шел обмен или вы тоже открывали двери да ну вот это мой путь ни в коем разе не надо всем собирать и там бежать и здесь вопрос был не в том что а пойду-ка я не хочу я работать а пойду-ка я поболтаюсь пусть меня все покормят это уже потребить потребитель ленчерский такой подход и как только ты становишься потребителем перед тобой сразу закроются все двери и все как вы говорите булочки сразу быстро будут засовывать в рот и говорить а у меня нету булочки для тебя у меня точно нету булочки потому что вот это как это роль потребленца она сразу включается и от человека хочется так это я не хочу ему булочку давать да не жалко мне но почему-то она не дается все то есть акцент сделаем на том что каждый выполняет свою какую-то миссию в жизни и и каждая миссия по-своему прекрасна и и каждый из нас не надо сравнивать там вот это каждый из нас уникален у него свой набор там каких-то там страхов свой набор да своих каких-то там уже наработанных там качеств положительных какие-то там задвиги такие у нас у всех есть но вот этот весь комплекс сделать нас каждого уникальному это так здорово да и на самом деле в вашем путешествии ничего не было легкого и простого это такой труд вот каждый день просыпаясь заставить иногда даже наверх приходилось заставить все ловнуться правда ну не всегда же как-то там и как идет все здорово и хорошо поэтому в этом ничего нет такого потребительского ваше путешествие спасибо ну что еще еще раз джека нет я не знаю это кто это кто путешественник он пишет в своих книгах о путешествиях тоже автоскопом вот потрясающее произведение мне вообще казалось что вы что-то могли подчеркнуть из его произведения я в последнее время не читаю вообще никаких книжек не потому что я не признаю других авторов во первых у меня просто нету времени а во вторых меня настолько увлекло познание мира через свой личный опыт что когда ты читаешь книгу ты начинаешь ну невольно да там вот ну там но я пошел бы в путешествие начитавшись путешественников ну и начал бы их копировать зачем я вот просто так окунулся туда и все вот сейчас я услышал от вас может быть я посмотрю его теперь уже и посмотрю возникло ну да я думаю что когда-нибудь это будет написано как только найдется какой-нибудь издатель так вот ну по принципу потока да находясь здесь вдруг какой-то издатель ну-ка и путь сюда время пришло да на насколько вы в Воронеж приехали и куда после Воронежа двигаетесь по выбору ну вариантов много я уже сказал вот куда будет запрос поехать дальше какую-то встречу до понедельника еще точно буду здесь ну что Наташ все да за мной уже едут будет следующая встреча да если кто хочет продолжить пожалуйста ну это вообще ну это вообще труд вот еще впереди встреча это же такой труд надо не представлять в общем вот так так кто надо сфотографироваться да давайте все вместе сейчас я скажу подожди еще последнее значит если вы хотите более ну какие-то вот там подробности деталей пожалуйста добро пожаловать в ютюбе набирайте александр удалов кругосветка просто я не знаю сколько там александров удалов да может их много но вот если вы наберете александр удалов кругосветка то точно вывалится моя страничка там около 800 видео можно вот про все про кругосветку посмотреть и про какие-то другие там мои эксперименты а если у вас остались еще вопросы и вы не знаете как их сформулировать или они потом всплывут вы можете меня найти в любой соцсети в контакте в одногласниках в вейсбуке добавиться в друзья задать вопросы если вы девушка мне напишите как эта книжка точно называется с автором я вам буду благодарен ну в общем я я я открыт к общению добро пожаловать рад если я вам чем-нибудь спасибо поделился с вами чем-то очень полезным ну что где мы фотографируемся давайте фотографируемся давайте давайте Продолжение следует...